Подарком для настоящих ценителей фотоискусства станет выставка, которая открывается в Союзе Художников. Наш корреспондент Евгения Малышко стала первым посетителем этой выставки и теперь готова поделиться впечатлениями. Женя, доброе утро. Что интересного удалось узнать? Доброе утро, коллеги. Сегодня в выставочном зале Союза Художников России открывается уникальная выставка арт-фотографий челябинского искусствоведа Марины Шумаковой. В экспозиции Ливадийские сады представлены работы в нетрадиционных комплексных техниках, фотографические гобелены, фотографика, сканография и манипулированная цифровая фотография. Сейчас подробнее о всех своих арт-объектах нам расскажет сам автор работ Марина Шумакова. То, что у нас за спиной представляет собой фото гобелены. Это место, которое, наверное, знает каждый. Все, наверняка, побывали, либо на крайнем мире многие из тех, кто сейчас меня слышит, подбывали в Патисанкт-Петербурге, видели спас на крови и любовались его отражением в водах канала. Вот эта фотография представляет собой отражение этого памятника, прекрасного памятника эпохи модерн в водах канала имени Грибоедова. По сути дела, он интересен для меня тем, что здесь я впервые представила новый способ экспонирования своих работ в виде вот такого фото гобелена. Эта выставка открывает новый проект под названием «Постфотография». Но об этом проекте нам лучше расскажет куратор выставки Ольга Владимировна Конфедерат, кандидат к культурологии, преподаватель ЧИЛГУ. Мы хотели выставить на все раз фотографию, которая начинается после фотографирования. То есть те фотографические образы, которые сотворяются в момент постобработки в экспериментах с носителями, в экспериментах с инсталлированием, в экспериментах с форматами. Выставка будет работать до 30 июля, и стоит прийти и взглянуть на это самим, потому что даже камера не сможет передать всей красоты этих арт-объектов. Коллеги, вам слово. Даже не обязательно придем, тем более, что сегодня, в день открытия, есть шанс насладиться фотоискусством абсолютно бесплатно. Этинь. Март. Он Gotcha.